Всем привет! Хочу поделиться свежими новостями с полей. Я вернулась только что из метро. Я и еще тысячи людей вынесли оттуда просто все. Очень тяжелая ситуация морально, когда ты видишь, как люди в панике все хватают. Тебе кажется, что тебе тоже обязательно нужна тонна гречки, макарон, всего остального. И, собственно, я купила тонну макарон. Я нашла в метро то из еды, на что никогда даже не обращала внимания. У нас начинается карантин. Всех распустили по домам. Закрыли все учреждения развлекательные, будь то торговые центры, салоны красоты. Совершенно все. Остались только аптеки, магазины, поликлиники и что-то еще. Я не помню. Я купила все для того, чтобы следующие две недели сидеть дома, просматривать сериалы. Я не знаю, чем заниматься, снимать видео. Кота-то. Что это? Кот. Кот где? Скажи всем привет. Мам. Нет кота? Что написано у тебя на футболочке? Покажи. Если мама сказала нет, спроси бабушку. В общем, будем сидеть с Левой в карантине. Что ты все время рот открываешь? Что ты все время рот открываешь? Пусть, пусть. Ну, началось. Будем сидеть в карантине. Будем снимать видео. Если у вас, кстати, есть взрослые, старшие родственники медициного возраста, это самая большая группа риска. И если вы знаете, что в вашем доме живет пенсионер какой-то одинокий, ну, с кем вы действительно общаетесь, то, что вы можете сделать в данной ситуации, это спросить, нуждаются ли они в каких-то продуктах. И купить для них эти продукты, потому что самая большая группа риска это пенсионеры, люди с ослабленным иммунитетом. И у нас в Украине есть организация, которая называется Стареньки. Это фонд, который опекается малоимущими как раз пенсионерами. И если вы не можете оказать помощь, ну, не знаю, по каким-то причинам вам не нравится общаться с незнакомыми людьми, вы, если есть желание помочь, вы можете помочь, переведя помощь в этот фонд. Например, это просто как вариант, потому что действительно это самая незащищенная категория населения. Сейчас я буду готовить ужин. Возможно, нас ожидает больше рецептов, больше чего-то такого жизненного, потому что... Или вообще ничего не ожидает. Будем сидеть тут в четырех стенах, смотреть в стену, в окно. Погода у нас... То было очень тепло, была просто настоящая весна. Вдруг опять стало холодно до минус... Фу, до нуля опустилась температура. Минус, может быть, ночью и минус, кстати. Вот. Лёва катается на лошади. Няню Лёвину мы тоже отпустили на каникулы. В общем, будем посмотреть, как оно дальше пойдёт. В Украине практически невозможно купить стерилиум. Сегодня в метро были замечены люди в противогазе. Я не думаю, что это... Хотя я не знаю. Не знаю. Если это поможет, наверное, ходите в противогазе. Мне кажется, что самое главное, это сохранять спокойствие, потому что ментальная паника способствует психосоматическим заболеваниям, ослабеванию иммунитета, поэтому давайте все будем сохранять максимальное спокойствие, трезвость ума и не совершать необдуманных поступков. Кто это? Зачем ты собаку за хвост схватил? Это кто? Собака. Это линетка. Пока я тут делала салат, хотела вам показать, очень мне нравится вот эта ягодинская моцарелла. Это моцарелла бэйби. Маленькими такими головешками. Вот. Есть ещё такая большими шариками. Я её ещё дополнительно разрезаю и кладу в салат. И у меня есть два любимых вида салата. Мне очень нравится мангольд. Вот эти листочки. Выглядит он вот так, вот в такой упаковке. Но на самом деле это просто свекольные листья, скажем так. А ещё мне очень нравится салат Маш. Сейчас я где-нибудь... Вот он. Он такими идёт как будто кустиками. Очень приятный вкус. То есть абсолютно нейтральный. Здесь ещё есть перчик. И это всё дело нужно перемешать. И будет у меня такой салатный ужин. И, конечно же, я заправляю всё. Либо вот этим маслом виноградной косточки, либо оливковым. У Мэтра Шеф, кстати, очень приличное масло. Вот. Перемешиваем. И приятного аппетита. А ещё по совершенно неочевидным для меня причинам я купила целую кучу творога. Ну, вот этот творог я беру... Хотела взять другой, но просто его не было. Для запеканочки. А вот этот творог, он, в принципе, нравится мне по вкусу. Я лёгкою его отдаю. Но настолько творога. И что со мной произошло? Я не знаю, кто в меня вселился. Тут цветная капуста. Ой, ну я всё хорошее купила. Ты хорошее купила. Ну, нам его хранить где? Вот так оно теперь будет лежать? Ну, всё, мы можем открыть маленький ларёчек. Взяла разные виды макарошек. Купила вот такие вот спагетти из... Как это называется? Из твёрдых сортов пшеницы. И... Взяла ещё вот такие пёрышки. Я очень их люблю. Вкусно. Сразу вспоминаются макароны по-флотски. Ням-ням. Кстати, вот этот метро-шеф делает вкусные штучки. Я вам уже показывала. Взяла ещё всякие сухофрукты. И... Вот тут ещё всякая по мелочи. О, ещё один сырочек. Зачем ты взяла бы мелкие блюда? Это я на Туби взяла. Это я дальше купила. И вот сюда, в мою... Мои залежи творожные. Доброе утро. Из... Тотального карантина. День-два. Я сейчас смотрю на улицу. И могу сказать, что людей на улице стало гораздо больше, нежели было тогда, когда мы ходили с Лёвой гулять. Но мы не ходили на площадку. Я просто его усадила в коляску. И мы наматывали круги по району, просто чтобы воздухом подышать свежим. И чуть-чуть он побегал просто сам с собой, с пластиковой уткой на ручке. Вот. Потому что дома всё-таки сидеть тоже. Нужно проветрить помещение качественно. Поэтому, когда мы ушли, я открыла все окна Насте, чтобы полностью... У нас... Благо на две стороны выходят окна, поэтому можно сделать сквозняк, который полностью проветривает, в общем, всё помещение. Я покормила Лёвика супом. Сейчас тоже что-нибудь буду есть. И пойду его укладывать спать. И буду пробовать монтировать видео о пустых банках, которые я сняла пару дней назад. Но всё, у меня не было возможности его смонтировать. На улице гуляет достаточно много детей школьного возраста. Эти дети как раз являются основными разносчиками инфекции, потому что они как бы не болеют, но очень здорово переносят. Поэтому, если у вас детки школьного возраста, которые гуляют на улице сами в компании других детей, это не очень безопасно. Вчера, когда я была в метро, я снимала оттуда сториз о том, как там всё, значит, выносят просто пачками. Огромное было количество репостов, и люди, которые не верили, что такое происходит, убедились в этом. Честно говоря, если на чистоту, я не боюсь за себя. Но, например, мой дедушка, который, блин, ведёт активный образ жизни, вчера от меня, короче, одобрёк по полной, потому что он не хочет сидеть дома. Ему вечно куда-то надо идти. У него столько дел, столько дел. Вообще заметой человек. Ну, короче, я вчера на него накричала из-за того, что он поехал в магазин. Причём я могла ему всё купить. И когда я у него спрашивала, дедушка, тебе что-то нужно? Нет, у меня всё есть. Вчера я ему звонила, он мне говорит, я тебя плохо слышу, и еду в автобусе в магазин. Короче, если у вас тоже есть такие упрямые пенсионеры, давайте будем поддерживать друг друга и держаться вместе. Это вообще, конечно. В общем, я ему вчера устроила взбучку, он сказал, что больше никуда ездить не будет. И если что-то нужно будет, он попросит меня. И, значит, что? Ещё у нас в Украине, насколько я знаю, во всех городах закрывают метрополитен. Сегодня очень мало людей ездило в общественном транспорте. Вот пока мы шли, я видела, что были полупустые маршрутки, трамвай. Но основная масса тех, кто катается в этом транспорте, это всё равно пенсионеры. То есть люди, которые находятся в самой большой группе риска. Я, кстати, вчера в метро, я вам показывала, купила вот такой рис, очень хочется его попробовать. Мне кажется, что должно быть вкусненько. Его нужно варить 30-40 минут. Я думаю, что можно его сварить и добавить с каким-то салатом, вот что-то такое будет очень вкусное. Так, сейчас приготовила себе вот такой вот обед. Это у меня просто смешанные яйца, перчик и какая-то красная рыба, уже не помню какая. Я сейчас буду смотреть интервью с Лаймой Вайкуле. Мне она нравится, интересная барышня. Место встречи изменить нельзя, вещаю вам из своей тумбочки. Я как бы не шучу, я реально вот сюда вот вас вставлю и общаюсь с вами. Я сейчас нашла рецепт бананового хлеба и хотела бы приготовить банановый хлеб, собственно. Потому что у меня есть три очень спелых банана, которые, кстати, очень симпатично выглядят на камере. В жизни они выглядят не так фотогенично, как на камере. В общем, также я заварила себе шиповник, который прекрасно поднимает иммунитет. И сейчас вместе с вами я бы хотела приготовить банановый хлеб. Буду делать это впервые в жизни. И мне кажется, что с карантина я буду просто выкатываться. Для бананового хлеба нам понадобится три банана. Написано кокосовое масло. Блин, я подошла к кокосовое молоко. И подготовила рисовое, потому что оно вкусненькое, чуть сладкое. Мед. Три яйца, овсяные хлопья, кокосовое масло. Где взять кокосовое масло? Мне нужно переискать рецепт, я так думаю. Потому что кокосового масла у меня нет. Я скоро вернусь. Не знаю, что из этого всего по итогу получится, но что-нибудь да получится. Так, значит, овсяная мука, овсяные хлопья 50 грамм. 50 грамм. Я раздавила в пюрешечку вот так вот бананы. Я не буду добавлять сахар и вообще какую-то сладость. Кому будет не сладко, сам себе добавить. Сейчас я взобью сюда два яйца. Короче, я сейчас все это взобью, одно в другое добавлю и пусть стоит. Потом мы узнаем, что из этого получится. Если рецепт окажется классным, я вам его обязательно еще в инстаграм более подробно пропишу. Вот такой у меня получился банановый хлеб. Я включила духовку, но ее вырубила. Точнее, все пробки в доме. Так что, надеюсь, что он получится вкусным. Как раз будет еще ему время отстояться. Покажу финальный результат чуть позже. Где собачка, Лева? Покажи бабушке собачку. Наконец-то доброе утро. Я поставила запекаться банановый хлеб свой. Он у меня уже в духовке стоит. О, полчаса почти уже. Я его повернула другой стороной. Мне кажется, что он еще немного жидкий. Вот чисто внутри по консистенции. Обожгла рукавичку и никак не могу найти новую, такую же классную, плотную, как вот эта из Икеи. Мне кажется, что по консистенции внутри он еще не готов. Я даже не предполагаю, сколько ему нужно стоять. Поэтому пусть стоит на какого-то визуального затвердевания. Также я уже сварила кофе. Обожаю эту нашу кофеварку. Тут неправильное время, потому что вчера вырубался свет на улице. У нас сегодня очень приятная солнечная погода. Вот такие вот у меня красивенные тюльпаны. Первый день карантина Коля принес. И они прям так красиво распускаются вообще. Вот на этом цветочке хорошо видно. У них зеленый лепесточек. Вот этот самый верхний очень красиво. Тут, видите, такого нет. Вот именно вот на этом. Он вообще самый плотненький. Он даже не раскрывается почти. Потом желтый. Такой красивый. Вот тут еще такой тоже зеленым внешним лепесточком. Вот они более тугие. Не знаю, как сказать. Иначе совсем раскрываются. Красивые очень. И вазочка у меня от бабули. Винтажная. Хрустальная. Еще мальчики и девочки. Банановый хлеб не удался. Я что-то накосячила с рецептом. Хотела вам показать, что ничего не вышло. Вышло что-то, что попало. Поэтому я придумала новый рецепт. Вот такой прикольный лаваш я нашла в Метро. Зелененький. Он, наверное, со шпинатом. Шпинат сухой мелиный. Я сейчас намажу этот шпинат вот таким сыром. Мне очень нравится твой смак. И положу туда форельку. И будет у меня вот такой вот обед. Еще какой-то может быть салатик на бодяжи. Я еще пока не решила. Короче, хотела с вами поговорить на злободневную тему. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Так как в этом ролике, где, может быть, вы видели, когда итальянец в закрытой комнате, ну это, наверное, у него такая ванная, типа стеклянная, где он чокается со своим отражением в зеркале и говорит, спасибо, что пришли. Чин-чин там, типа, на здоровье. Мне кажется, что все мы вот так будем в конце этого карантина себе вести. Шаурмеш не работают, хотела вам сказать. Сегодня проходила мы с Левой гуляли. Мы теперь на площадке детские не ходим. Мы просто наматываем километры на колясочке. Вот. Значит, шаурмеш не работает, но не все. У нас есть одна шаурмешня, там, под Ашаном, на Драгоманово. Вот она работает. Другие шаурмешни были закрыты. Цветочные работают, но как бы ларьки какие-то закрыты, какие-то работают. Я так понимаю, что это еще зависит от владельца этого бизнеса, потому что у нас законодательно вроде как сказали всем идти в карантин, но это никак не регулируется. То есть пока что на данный момент, как я снимаю это видео, возможно, когда я его смонтирую, уже все будет решено. Но есть как бы указания сидеть дома, но если ты не отпускаешь своих сотрудников в карантин, тебя как бы никто не вздрючит. У нас есть такая сеть кофей, называется Арома Кава. И у них такие ларечки. Хотела же вам показать, что я делаю. Короче, вот так вот я это все делаю. И вот эти ларечки. Заварила себе, кстати, шиповник, который я вам рекомендовала с iHerb. Так вот, вот эти вот Арома Кавинки, они открыты, и это просто ларечки, ну, как, типа, киоски, где наливают кофе. У меня всегда вот эта тема, типа того, что у них нет туалета. Во-первых, куда они ходят в туалет? Вот серьезно. Если вы сейчас идите, простите, ради бога, но этот вопрос, он меня всегда мучает. Куда? Если раньше там был спорткомплекс, этот, спортлайф, может быть, они туда бегали, я не знаю, как они там договариваются. Но тем не менее, сейчас спортлайф закрыт. Все в ближайшем окружении закрыто, там только разве что Билла работает. И там куча людей, во-первых. Там было внутри, если три, один сотрудник стоял на улице, курил прям под ларьком, и два сотрудника были внутри в этом помещении, вот в этом ларьке, который размером, ну, так, чтобы не соврать, я не знаю, мне кажется, три на два, как-то так. В общем, они находились вот там, значит, в этом ларьке. Один курил, и им же негде вымыть руки. Они были ни в масках, ни в чем. Ну, я как бы мало верю. Вернее, как маска защищает только на выход, если ты больной. Но если ты здоровый, на вход она тебя не спасет. Но, тем не менее, все равно, ну, момент того, что это заведение общественного питания, у нас разрешили работу ресторанов только если это на вынос. Но, опять же, те, кто мне начали, я сняла сториз о том, что там никто не работает. Во-первых, как нам помыть руки? Там даже нет, не подведено водопостачание как-то, водоснабжение. Куда они ходят в туалет, непонятно. Санитайзеры нигде физически просто невозможно купить. Это просто какой-то ужас. Вот реально выглядело все это просто стрёмно. И там была куча людей, во-первых, посетителей. Они стояли очень близко друг к другу. Вот в другом ларечке, который у нас на озере, там, ну, как бы люди стояли подальше друг от друга. Но когда я шла, когда я вторая шла, они уже там, ну, то есть это тоже сознательность, те, кто в толпе, в очереди, я имею в виду. Ну, и, значит, были те, кто близко прям стояли. Невозможно нигде вымыть руки. Неужели тебе может так сильно хотеться кофе, что ты не дойдёшь до дома, не выпьешь его? Или не можешь купить кофе и сварить себе его дома? Я не знаю. Короче, меня это так задело, что я реально сняла сториз об этом. И потом я проходила новую почту. Там всё чётко. Во-первых, они ведут свою страничку в Фейсбуке очень чётко, пишут о всех своих нововведениях, как они там обезопасивают и всё остальное. Там на полу разметка из жёлтого скотча. В общем, чтобы люди в очереди находились не ближе, чем метра друг к другу. То есть там разметка прям где нужно стоять. На двери в отделении огромное, вот такими буквами написано, что не заходите больше, чем два человека. Потом, когда я проходила, я видела лично, что все операторы в масках. И одна оператор, она обрабатывала вот эту зону, где она выдает посылки, то есть свой рабочий стол, дезинфицирующим средством. И прямо там, рядышком с этим окошком, где ты забираешь, отдаёшь посылку, не с окошком, а, короче, в общем, на этом столике, стоит дезинфектор для рук, то есть для посетителей. Я не знаю, где Новая Почта взяла эти дезинфекторы. Я хотела сама у них спросить, купить, как, не знаю, как-то так вот прям аж глаза у меня загорелись. Они огромные молодцы, вот реально Новая Почта. У меня такой, это сервис, у меня никогда не было с ним проблем. Я пользуюсь новой почтой, наверное, вот как они открылись, когда это было? На моей памяти я только с 2011 года ими пользуюсь. То есть это уже 9 лет, а когда они открылись, я вообще не помню. У нас было такое отделение, ещё когда не было маленьких отделений, были только гигантские такие транспортные. Я ходила на Олимпийской, там вообще в какой-то промзоне было отделение, очень страшно, туда идёшь, какие-то бешеные собаки за тобой бегут. Но всегда сервис был на высоте, вот серьёзно. Я знаю, что какие-то истории рассказывают, что Новая Почта, там с операторами проблема, с тем проблема, с этим. У меня никогда не было проблем, и у меня на отделении работают просто замечательные люди. Я даже в Новую Почту, я вам в прошлом видео рассказывала, что когда мне нравятся или не нравятся сотрудники компании, я компании об этом обязательно сообщаю. Так вот, я даже написала в Новую Почту, что там работают замечательные ребята, и там очень хороший руководитель отдела Миша. Это 87-е отделение на Григоренко. Я чаще всего именно туда хожу, вернее, как, вообще никуда не хожу, только туда. Даже если мне нужно отправить посылку, я, например, в центре мимо какого-то отделения прохожу, вероятнее всего, что я всё равно вернусь на своё и отправлю от себя. В общем, очень классные ребята, очень классное отделение, всё хорошо работает. Я себе уже вот набодяжила обед. Хотела же какой-то салат сделать. Короче, у меня на отделении работают замечательные котики. Я сейчас сделаю салат, и уже потом вам покажу, что вышло. Такая вот у меня красота получилась. Это, кстати, салатная редька, очень клёвая, я её прям полюбила. Сейчас буду заправлять своим любимым маслом. Маслом. Так, вот это масло виноградной косточки, шикарное. Перемешаю и буду обедать. Приятного мне аппетита! Я ещё решила, что раз такое делаем, мы сидим дома, я буду у себя в Инстаграм, в сторис регулярно разыгрывать подарочки. Вот у меня такой первый наборчик. Все подарки будут отправлены после карантина. Знаете, после карантина уже звучит как «давайте после майских». Вот мне кто-то пишет, там, хотим вам отправить то или то, или женщина на балконе, одетая в одежду, укачивает ребёнка в коляске. В общем, когда говорят, давайте мы что-то оправим, я говорю, давайте уже после карантина. И это реально, вот после карантина это новое после майских. Знаете, я помню просто, когда вот всегда, если что-то происходит, вот там в офисе какие-то встречи, сборы, ещё что-то. Давайте после майских? Или давайте после праздников? Вот мне кажется, что, я не знаю, будет ли он продлён, мне кажется, что он не закончится, там, 4-3 апреля, как сейчас говорят. Но в любом случае все подарки найдут своих победителей. Если вы любите подарочки, переходите в мой Инстаграм, смотрите сторис, следите за лентой, там всегда с удовольствием я делюсь с вами прекрасной косметикой, той, которую сама люблю. Пойду сейчас разыгрывать, заливать условия розыгрышем. Вот, так что заходите в сторис, следите и встретимся с вами позже, когда будет что вам ещё интересного рассказать. Пока расскажите мне, чем занимаетесь в карантин, поделитесь какими-то классными рецептами, давайте что-нибудь вместе приготовим. Если вы готовили банановый хлеб, кстати, поделитесь, пожалуйста, действенным рецептом, потому что май чуть не удался. Продолжение следует...